Писатель и ученый, выдающийся пропагандист книги и талантливый популяризатор наук, библиограф, крупный общественный деятель в области народного просвещения Николай Александрович Рубакин своей многогранной деятельностью внес большой интереснейший вклад в историю русской культуры конца XIX – начала XX века. Произведения Рубакина были переведены на 28 иностранных языков и языков народов России и СССР. Тиражи его работ достигли 20 миллионов экземпляров. Николай Александрович родился 1 июля 1862 года в городе Параненбаум Петербургской губернии в семье купца, который в течение 18 лет был городским головой. Мать Лидия Терентьевна также вышла из семьи купцов-старообрядцев. Незаурядная женщина, она оказала на сына огромное влияние, передав ему уважение и страстную любовь к книге. Именно книги стали для маленького Коли первыми и любимыми игрушками. Еще не умея читать, он стал играть в библиотеку, а едва научившись писать, начал изготавливать собственные рукописные книжки. В 1873 году Лидия Терентьевна открыла небольшую публичную библиотеку, где Николай стал первым библиотекарем и библиографом. После окончания реального училища Николай поступил в Петербургский университет, который в 1887 году окончил с медалью, прослушав курсы сразу трех факультетов – физико-математического, юридического и историко-филологического. Но был лишен права заниматься преподавательской деятельностью за участие в революционном движении учащейся молодежи. В конце 80-х годов Николай Александрович знакомится с группой деятелей народного образования – Иваном Горбуновым-Посадовым, будущим биографом Лева Тостова, Павлом Бирюковым и другими. Так возник первый в России кружок по изучению читателей. В 1892 году Рубакин берет свои руки, пришедшую к тому времени в упадок библиотеку матери, проводит ее коренную реорганизацию. За четыре года он превратил ее в одну из лучших публичных библиотек столицы по количеству и качеству фондов. Библиотека стала также своеобразным Литературно-общественным клубом молодых литераторов, ученых и учителей. Просветительские начинания Рубакина привлекли в библиотеку рабочих. Конец 1880-х – начало 1890-х годов активизация просветительской деятельности Рубакина. Николай Александрович становится известным автором научно-популярных книг. Его статьи, в том числе по вопросам чтения, печатаются в журнале «Русское богатство». В этот же период он организует кружок по изучению народной литературы, результатом чего явился опыт программы «Чтение для народа». Своеобразный план социологических исследований в этой сфере, опубликованный в 1889 году. Потребности читающей публики Рубакин изучал систематически, составив сначала программу по исследованию литературы для народа, а затем вступив в обширную корреспонденцию с лицами, отозвавшимися на программу. В связи с другими исследованиями русского книжного и библиотечного дела это дало Рубакину материал для чрезвычайно интересных докладов и статей, изданных надельно под заглавием «Этюды о русской читающей публике». Этюды – это значительное событие в сфере исследования духовного становления народа России во второй половине XIX века. По существу здесь все то, что волновало предшественников в деле изучения книжного дела и чтения народа. После опубликования этюдов Рубакин продолжает работать во всех присущих его таланту направлениях. В издательствах Ивана Дмитриевича Сытина и Ольги Николаевны Поповой он редактирует книги и проявляет немало инициатив. Так Сытин именно по предложению Рубакина стал издавать серии книг «Библиотека самообразования» и «Народный календарь», в которых печатались и статьи самого инициатора. Эти издания достигли невиданных до тех пор в России тиражей, до двух миллионов экземпляров каждая. Самым значительным трудом Николая Александровича, принесшим его славу русского библиографа, явился аннотированный библиографический справочник среди книг, представлявший собой рекомендательный книжный указатель по всем областям знаний. Он был издан в 1906 году, а в дальнейшем неоднократно пополнялся. Второе издание было напечатано уже в трех томах. В октябре 1907 года Николай Рубакин был вынужден эмигрировать, уехал в Швейцарию. Там он собрал уникальную русскоязычную общедоступную библиотеку. Поддерживая тесные связи с 50 отечественными издательствами, получал от них книги или обменивал на свои изданные труды. Книги поступали и от многих зарубежных русских издательств, дарили свои произведения известные писатели. Его коллекции можно найти все. Словари и энциклопедии, таблицы и учебные плакаты, книги по социалистическому строительству, художественную литературу, детские книги, альбомы с гравюрами, множество редких изданий. Коллекция очень разнообразная, каждая книга имеет свою историю. Почти на каждой есть владельческий знак. Эксклибрис Николая Рубакина, раскрытая книга на фоне библиотеки. В 1911-14 годах Николай Александрович большое внимание уделяет работе в помощь самообразованию читателей. Печатает статьи, издает книги, письма к читателям о самообразовании, практика самообразования, о сбережении сил и времени в деле самообразования. Большой интерес Рубакин проявляет библиопсихологией. Его исследования в этой области впервые были изложены в двухтомнике введения библиопсихологию. Издание вышло в Париже на французском языке. На русском языке была опубликована работа «Психология читателей книги». В книге идет речь о создании новой психологической науки, библиологической психологии. Эта работа – результат исследования, изучения, анализа читателей книги. Рубакин стоял у истоков инфографики. Он одним из первых стал делать графики наглядными. Ему было важно, чтобы народ читал. Но он понимал, что не все умеют читать, а посмотреть на картинку и сравнить данные может каждый. Так появился статистический сборник «Россия в цифрах» с рисунками сравнительной численности крестьянства и служилого сословия, профессионального состава российского населения и многими другими. В течение жизни Николай Александрович опубликовал 350 журнальных статей, написал и выпустил около 300 книг и брошюр, среди которых 50 руководств и пособий для работников книжного дела. Им составлено около 15 тысяч индивидуальных программ для самообразования, которые он рассылал читателям или издавал. 23 ноября 1946 года Николай Александрович Рубакин скончался в возрасте 84 лет. Архив ученого вместе с библиотекой в 130 тысяч томов в 1948 году был передан России, где и хранится в Российской государственной библиотеке. В том же году прах Рубакина был перевезен из Лозанны в Москву и захоронен на Новодевичьем кладбище. Скромная каменная урна имеет вид печати, лежащей на каменной книге. На книге выбита «Да здравствует книга. Могущественнейшее оружие борьбы за истинную справедливость», девиз, которому Рубакин следовал всю свою жизнь.